И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, буквально пару минут назад вышел у нас видеоблог, в котором было, как по мне, довольно много полезной информации, на удивление моё, если честно, потому что последнее время видеоблоги вообще, ну такие, ни о чём выходили, и сегодня есть вообще что пообсуждать. У нас, правда, падает сейчас голбечик, давайте попробуем его поймать, может там что-нибудь хорошее падает, есть шансы, в принципе, его забрать, давайте попробуем, давайте попробуем, ай, не получилось, 5000, нифига себе парню фортануло на васпике, красиво. В общем, вышел видеоблог, нам рассказали, вот мне вообще эти голды тут играть, конечно, не дадут, но ладно, пофиг на них, рассказали то, что вышел у нас, вернее, не то, что вышел, а то, что выйдет у нас новый корпус, безусловно, данный конкурс, конкурс, говорю, корпус, конечно же, давайте поймаем голдецкий, может чём-нибудь хорошее тут дропнет, чё-то тут начали лететь голды, ага, монстр килл, понял, принял. Вышел новый корпус, вернее, он выйдет именно таки летом, называться он будет как-то что-то вроде Орес, все сразу там, ну, именно таки, Касим сразу намекнул на корпус про Ореха, типа, связанный в честь его имя, но это там, короче, обусловил каким-то там богом, но пофиг, короче, как он чё обусловил, как по мне вообще, в принципе, интересный корпус, интересный корпус, безусловно, есть там свои определённые фишки, и не знаю до конца, как оно вообще будет всё дело работать, но то, что он будет, типа, полулетающим, и то, что с ним можно будет интересно вообще играть на определённых пушках, меня это очень, если честно, очень сильно обрадовало, потому что корпус, который, получается, в поворот будет входить не как вот просто вот вы заезжаете, да, то есть как будто вы по льду скользите, то есть у вас будет вот такой, можно сказать, какой-то дрифт, дрифт будет, да, и как бы корпус тоже находится не совсем на именно таки платформе на земле, да, вот как, например, сейчас у нас танки работают, а он будет чуть-чуть в воздухе, то есть, условно говоря, его можно будет на дыбы поднять, я так понял, да, его можно будет поднять на дыбы, и также он будет хорошо входить именно таки в поворот, именно таки как заносом, заносом будет входить, то есть сейчас у нас корпусы более устойчивые, там будет менее устойчивый корпус, ну и всё это дело, конечно, обусловлено для комфортной игры на мобилке, чисто корпус, можно так сказать, сделанный для мобилки, но если он будет хорошо функционировать и будет вообще отлично, ну как бы сделан сам по механике, я более чем уверен, что мне зайдёт данный корпус, плюс это как бы тяжёлый корпус, у него будет большое количество хп, но я не думаю, что он будет уступать сильно в скорости, то есть если делают корпус не совсем удобно управляемым, он значит будет тяжёлый 100% в управлении, я не думаю, что он будет прям вот очень слоу-слоу-слоу, я думаю, что он как бы по скорости не будет такой вот прям ужасный, условно говоря, я думаю, что может быть скорость будет что-то наподобие диктатора, то есть, да, понятно, не викинг там, ни хорёк, ни васп, но что-то наподобие диктатора, возможно, будет по скорости, ну или чуть-чуть медленнее, ну в общем, и целом, довольно-таки интересная идея для меня вообще как бы, ну, вдохнула новую какую-то энергию, и, то есть, условно говоря, когда они 1 апреля говорили вот эту вот типа шуточку, да, с этим мега крутейшим корпусом, который типа летающий, но я сразу, конечно же, как, ну, человек, который знает, что такой хрени быть не может, я сразу сказал, что это бред какой-то, ну а вот сейчас, после того, как они, в принципе, показали всю эту модельку, как она работает, я скажу, что, в принципе, идея неплохая, интересно мне будет вообще, как она будет реализована, и что вообще в конечном итоге выйдет, да, то есть, выйдет нормальный полноценный корпус с интересной механикой, либо же очередной какой-то высер и говнишка, которая, в принципе, не будет вообще интересна ни мне, ни кому-то ещё вообще, в принципе. Поэтому поживём-увидим, ну а что касаемо другой информации, что касаемо овердрайвов, так я вообще, в принципе, говорить ничего не хочу, я думаю, что даже по этому поводу мы запишем какой-то определённый ролик, опять 5000 кристаллов, а тут, конечно, голдов падает, мне бы так падало бы на стримах, а то у меня на стримах вообще ничего не падает. Если, ребят, кто не в курсе, стримасики у нас проходят вечерочком в 9-10 часов по московскому времени, поэтому тоже обязательно загадывайте, приходите, если хотите интересно провести время, милости, как говорится, прошу. Ну а что касаемо ещё чего там было, ну, видеоблог такой, более был именно-таки уделён вниманию данному корпусу, да, там немножко поговорили про апрельские эти челленджи, про ивенты, ну, там ничего такого сверхинтересного, а вот данный корпус, это, да, определённо та тема, про которую, я думаю, что даже можете и вы что-нибудь рассказать, всё же, все смотрят видеоблоги, посмотрите вообще, скажите, что вы вообще думаете по этому поводу, интересно ли вам будет поиграть на новом каком-то определённом корпусе, понагибать на нём, по, вообще, поучиться чему-то новому, новой какой-то механике, потому что, ну, понятное дело, что уже большинство приелось всяких и корпусов, и пушек, у всех всё это есть, и, конечно, вот какой-то глоточек новой какой-то энергии, и, безусловно, хочется, безусловно, хочется чего-то нового посмотреть, и главное, чтобы это было сделано ещё круто, качественно, и чтобы оно работало всё довольно-таки интересно, если это будет так, то, безусловно, это будет очень-таки хорошо, ну, и говорят, что выйдет данный корпус летом, но я очень сильно сомневаюсь, что это будет начало или середина, возможно, да, в конце августа выйдет данный корпус, потому что, явно, с такими вещами нужно много там прорабатывать, плюс всякие ошибки будут, плюс этот корпус, как бы, неустойчивый, а он более летающий, значит, там точно, явно, будут какие-то не совсем правильные вещи, и я уверен более чем, что там не всё так ровно и всё так гладко будет с данным корпусом, то есть, условно говоря, поработать явно придётся много, дабы он был качественно сделан, чтобы механика работала, ну, и понятное дело, что это, можно так сказать, корпус чисто для мобилы, но почему-то мне кажется, что это будет интересный, тяжело управляемый корпус, с которым, вот как, например, на Страйкере, да, вот не каждого получается играть на нём, да, не каждого получается на нём вообще, в принципе, эффективно играть, да, на нём надо учиться и уметь играть. Это не то, что ты взял условную там Жигу, да, вот на которой я сейчас играю, просто нажал пробел, на заднем фоне балаболишь что-то и всё, и всё нормально, и ты нагибаешь, да, и у тебя и опыт идёт, и без разницы на резисты, и без разницы на всё. Так я вот думаю, что и с данным корпусом, то что на нём смогут играть не все, понятное дело, что мобильщикам будет удобнее играть на нём, но то, что касаемо именно таких игроков нас, которые постоянно играют с ПК, которым привычно делать какие-то определённые вещи, которые уже все научились делать, я думаю, что нам придётся явно чему-то новому учиться, и это явно будет непростой корпус, надо будет учиться правильно и маневрировать, и входить в эти повороты, но я думаю, что в общем и целом оно само себя именно-таки окупит, и оно будет того стоить. Я очень надеюсь, что оно будет того стоить, и это вообще, в принципе, внесёт какой-то новый интерес к данной игре, хотя, в принципе, я как бы ничему особо не жалуюсь, если я играю в данную игру, значит, меня всё, в принципе, устраивает, но нововведение, это, конечно, всегда интересно, главное, чтобы данные нововведения были интересно сделаны. Ну а что у нас тут по каточке, запикался я на промзону, TDM-очку, давайте попробуем немножко уже с разговорного видоса переместиться в нашу игру, буквально тут пару минут, давайте посмотрим, что у нас тут вообще происходит, попробуем скатать более эффективно данную каточку, 16 на 10 мы уже ведём, давайте попробуем по левому флангу переместиться куда-нибудь наверх, я смотрю, что противник постоянно прижимается к респу, более грамотно было бы сейчас каким-нибудь образом подняться туда, прожать бустер и, в принципе, задамажить большое количество урона. Ну, давайте сначала заберём, наверное, вот этого парня, потому что даже нам ДДшке особо не пригодится, чтобы его здесь забрать, и давайте уже перемещаться немножечко наверх, или же нет, нет, давайте здесь где-нибудь сейчас перекантуемся, сейчас вот сюда задамажим, как раз вот парень с 50% резистом, и я думаю, что он, в принципе, спокойненько тоже так уходит на резку, значит, довольно-таки всё грамотно у нас получается. Не знаю, что касаемо, ребят, досрочек, если честно, да, в последнее время что-то как-то с досрочками явно не везёт, есть, да, определённые катки, где получается сделать что-то побыстрее, к слову, у нас голд падает на боку, а, нет, видят, ребят, я уже думал, никто не видит, ещё дабл голд, давайте попробуем слить данных парнишек, пока они летят за своими голдами, а, к слову, здесь тоже голд падает, а надо ли мне это тысяча? Ну, ладно, давайте заберём, ну, ладно, меня слили, ну, можно было бы забрать, конечно, там ДДшки не было, ну, чуть-чуть не повезло, в общем и целом. В последнее время явно не заканчиваются что-то каточки досрочно, и меня это, если честно, не радует, давайте вот здесь двоих заберём, я в последнее время тоже как бы большее время уделяю своему мульту, покатываю там, что-то, что-то получается, что-то не получается, но с этими голдами большинство каток явно досрочно не заканчиваются, хотя я, в принципе, думал, что наоборот, если будет большое количество игроков, которые будут ждать голды, наоборот, катки будут заканчиваться досрочно, то есть, ну, как бы, условно говоря, там, половина команды не играет у тебя, я хоп-хоп, быстро каточку досрочно завершил, но на самом деле нифига так не получается, наоборот, даже из-за этого у тебя получается играть ещё больше полных каток, пацаны ждут, ничего особо там, ну, как бы, не делают, не потеют, и приходится, приходится просто ждать, просто ждать, и в определённых, конечно, ситуациях это не совсем играет нам на руку, тем ребятам, которые привыкли быстро набивать данные звёзды, то, ну, как бы, ловим голды, тоже ловим, тоже ловим, почему бы и нет, на своём мульте, так я вообще, в принципе, кайфую, забирая какие-нибудь бомбочки, либо же эти год моды он, которые мне очень-таки надо, здесь что-то как-то очень умно парень играет, постоянно что-то расставляют здесь мины, ну, ладно, благо у меня 25-ка есть, я, в принципе, эти мины могу и объехать, задамажить, не задамажил, маловато вкинул в него урона, а можно было бы его здесь забрать, и успешно вообще, в принципе, выйти из данной ситуации, но немножечко не получилось, давайте, в принципе, сместимся на левый фланг, я вообще, если честно, не вижу в данной катке большого количества противника, я вот не знаю, где они вообще находятся, то есть, условно говоря, я вижу, что они постоянно сливаются, но как-то очень большой, большие зоны респов, постоянно раскидывает, то левый фланг, то правый фланг, и получается так, что я постоянно нахожусь в той зоне, где почти никогда нету противника, не совсем интересное движение, когда так происходит вообще все это, но зачастую в матчмейкинге, на таких картах, в ТДМке, такие ситуации случаются, ну и лучший выход, наверное, это взять какую-нибудь пушку среднего или дальнего боя, дабы тебе не надо было много ехать, а просто сдалека ты мог наносить данный урон, но в данной ситуации мы уже не будем тут переодеваться, 10 киллов, в принципе, остается до конца, я не вижу особого смысла бежать здесь сейчас в гараж, просто можно, я думаю, что здесь постоять, докилять, при том, что вон, там 3-4 противника в одном месте, давайте быстро-быстро заберем его здесь, давайте, оп, один есть, они тут мины наставили, я понял, один АФК стоит, этого мы забрали, осталось вот этого парня забрать, даже не стал выжидать он, ух ты, ё-моё, у него там мин было, ну ладно, я понял, почему он отъезжал, но явно ему здесь не повезло, не фортануло, 6 звёзд мы своих забрали. Вот такой вот ролик у нас, ребят, сегодня получился, если вам понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики, вообще, отписывайте по вашему мнению, вообще, что вы думаете по данному корпусу, интересно ли вам новая движуха, новые корпуса, новые интересные ощущения, либо же для вас лучше, чтобы всё было по-старому, ничего нового не появлялось, и всё у вас, в принципе, шло вот как по колее идёте, вот как у вас всё идёт, так пусть как бы и идёт, либо же вам было бы интересно вообще увидеть новый корпус, обязательно напишите по этому поводу в комментарии, с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи, ребята, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!